Всем привет, друзья рыбалки! Здесь вроде... Иногда попадаются такие водоемы, где без перловки просто не обойтись. Ротан. Два ротана. На перловку, значит, фигачит карасик, а на червей цепляются вот такие вот заразы. Ну, раз на червя ложатся одни ротаны, попробуем одеть перловочку. Ну, и сейчас я вам покажу, как приготовить это лакомство для карася. Это уже карасик. Узнаю. Эти поклёв. Первый карасик за сегодня. Итак, возьмите обычную перловую крупу. Из расчета, что с одной столовой ложки получается где-то одна треть стакана готовой приманки. И засыпьте необходимое вам количество в термос. Дальше, независимо от количества засыпанной перловки, наполняем доверху термос кипятком. Закрываем всё это дело крышкой и оставляем на 6-8 часов до полной готовности. После того, как перловка настоялась, сливаем воду. Вот что должно получиться. Теперь пересыпаем это всё дело на газетку. И раскладываем тонким слоем, чтобы подсохло. Также всё это дело можно пересыпать тонировочными сухарями. И всё хорошенечко перемешать. В таком виде оставляем примерно на час, чтобы наша приманка подветривалась. Хочу обратить ваше внимание, что никаких дополнительных усилителей вкуса, ароматизаторов и тому подобное я не добавляю. Так как во всех водоёмах рыба реагирует на перловку по-разному, этот вариант самый оптимальный. Перловка немного подветрилась. Теперь можно смело ехать на рыбалку. Вот такие вот вкусняшки для карася у меня получились. Надеюсь, что это видео кому-то будет полезным. Всем пока!